Убивающая забота в Вачском районе из-за чрезмерной опеки матери. Дочь превратилась в отшельницу и оказалась на пороге гибели. Надежде Бушуевой 42 года. У нее нет ни паспорта, только свидетельства о рождении, ни образования, только 8 классов сельской школы, ни жизни. Как говорят соседи, мать превратила ее в затворницу, и в итоге обе женщины оказались на грани гибели. Татьяна, скажите, пожалуйста, а где ваша дочка? У вас тут все соседи переживают за вашу дочь. Здрасте. Надежда, как у вас дела? А чего у вас так много кошек? Закройте. Закрываем, закрываем. Все, 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 садитесь. А у нас очень много крыс. Крыс много? Очень много. А кошки у нас подолгу не живут. А что у вас дома-то происходит? Почему вас мама не выпускает? Я куда поет, куда меня выпустят, куда я... Я не знаю ничего. Никого. Я нигде не была, кроме... Как школу кончила, так вообще куда... Только пока в школу ходила. Ходила, а то вообще ходить-то кончила. Понятно. А едите что? Чего прольнуть мне, ты подъедай. Кошачий корм, стоя хлеб, да и какой-то еще... Чего протухнет, чего протиснет. Раньше была нормальная семья. Мать и дочь. Ну вот 11 лет уже все. Мать ее испотачила. Ей ни на танцы не дала ходить, ни на работу ей не дала. Держала дома. Без бертия сидела. И у нас сейчас как дикарка. Не одеть нечего, вообще ничего. Она ходит не знаю в чем. Говорили, что одно время она как будто ее где-то в подполе, что ли, держала там. И то есть у нее уже вот такой хвост там, просто вот все спутано. Кучок прям вот такой вот там. Там просто, вот понимаете, там штук 30 кошек. Они вот все вот прыгают кто куда. На диване мертвые котята уже разложившиеся. И они все спят вот на этом диване. Вот, вот здесь и валяюсь. Где мне еще спать-то? Вот это ваша постель? Да. Так здесь же кошки умерли. Ну и что? Скоро, может, и я здесь умру. Заедет меня до смерти. Хуже кошки моя-то жизнь. У кошки больше прав, чем у меня. Я ее вчера спрашиваю, ты когда последний раз смылась? Она говорит, когда бабушка была жива. И вот бабушки нет уже, 12 там или 14 лет. Тенции не больше, а у матерки не хватает. У нее кошачий корм даже начали покупать. Это что у вас такое? Бутылки, банки. Пустой почти все. Или тухлятина. Вот бутылки с тухлым молоком, которые я еще не выпила. Бутылки пустые. Эти вот с тухлым молоком. Черепки тоже. Вот тухлятина. Это пустой. А что же вы кушаете? Тухлятину. Кошачий корм в первую очередь. В основной моя еда теперь. Раньше была угородная еда. Пока угород был. Наверное, что-то у нее с головой у матери произошло какое-то помешательство. Поэтому она ее и держит дома. Никакого помешательства. Просто она считала, что как ребенка лелеяла. Не пускала ни на работу ее, ничего. Мы учились с ней вместе. Мы ходили за ней. И гулять, и на танцы. Она никуда ее из дома не выпускала. Вообще никогда. Сколько ты уже не мылась? Тебе 42 года. У вас что с волосами-то? Холтун. Свалялись все. А вы куда-то, может, мыться ходили? Нет, каком мыться. Смотрите. А вы когда мылись-то в последний раз? Когда был огород. Это когда? 2006 года. А у вас есть в доме вода, газ, что-то такое? Ну, откуда вы пали? У нас ни дров, ни свету, ни газу. Мы как пещерный крыс живем. А что у вас с дочкой происходит? Вот она в таком состоянии, не мылась уже много лет. У нас вчерашний день, я не сказала ни слова. Вам какая-то помощь, может, нужна в больницу? Вы как себя чувствуете? Ну, жалко, конечно. Ну, что мы сделаем? Они нас не пускают туда. На одежду складывались, в деревне складывались надежды, потому что вот она, мать, Татьяна, она ходит в магазин в этом плаще, она его не снимает. Там круглый год собрали, что-то там купили. Она же не открывает, ей поставили, она все выбросила. Вы не живете, а существуете. А я даже не существую, я живой мертвец. В итоге к этой семье приехали полицейские и скорая, но службы столкнулись с сопротивлением. Несмотря на то, что сама дочь просила у соседей помощи, она отказалась ехать в больницу и никак не хотела отпускать с медиками свою мать. Здравствуйте. Что случилось? Вот девушка говорит, что ее мать не выпускает из дома. Она просто говорит, что ее удерживают. Так вы вот и спросите, они же знают. Вы что меня опять спрашиваете? Что делать-то с девушкой? Поделать. Сомневосложные должны лежать в администрации, а не в скорую помощь. Она не в порядке, значит, к психиатру мы ее отвезем. Поехали в больницу? Я с тобой поеду. А что нет? А что я там забыла? Ну, врач тебя поспорила. А что она как-то наблюдалась? Зайдите на мать, смотрите, у нас вчерашнего дня вообще даже оттуда не ушла. Давайте поднимемся, посмотрим мы вас. Вы видите нас или нет? Мы приехали в скорую помощь. Татьяна, что случилось-то с вами? Почему вы здесь сидите и не разговариваете ни с кем? Что вас беспокоит? Она сидит вот так с вчерашнего дня, но в магазин она вот ходила, вчера видно ходила, но она даже не заходит, она постоит, поглядит, она всех боится, кто из них кого тут. Поедемте с нами в больницу. Доктор вас посмотрит. А то вот ваша дочь и соседи беспокоятся о вашем здоровье. Вставай! Вставай быстрее! Вставай! Успокойтесь! Успокойтесь! Давай! Давай! Помоги нам, а то не справится. У нас что? Начал забрать? Ноги расправляй, расправляй. Они не расправляются. Давай еще немножечко. Вот! Выпустите меня! Ну, подождите. 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 Проходите. Успокойтесь. Успокойтесь. Сами съездите, посмотрите, как там, чего. Ухаживайте за мамой. Езжай с ней вместе. Будешь с ней там вместе, езжай. Чем они поехали с ней? Так я, потому что куда ее привезут? Так пока ты ждешь, ты умрешь. А вы быстрее везите. В итоге дочь осталась дожидаться, мать дома. Но жители уже собрали коллективные заявления к главе местной администрации и главврачу местной больницы, чтобы определить в клинику и саму надежду тоже. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!